Всем привет, вы на канале CryptoCommons и сегодня мы поговорим с вами об индикаторе HashRibbons, о котором что-то все забыли в последнее время. Но на самом деле он вот-вот нам даст один из мощнейших сигналов на покупку, потому что смотрите, прямо сейчас у нас рисуется по нему капитуляция майнеров. И обычно, исторически, если мы посмотрим после капитуляции майнеров, он дает нам сигнал на покупку, который является мощнейшим сигналом в истории на продолжение роста. Конечно же, бывали вот такие вот более-менее ложные сигналы, но скорее это были не ложные, а сигналы на флэт. Вот здесь в момент коронадампа этот бай-сигнал он принес, но не так много, скажем, как мог, хотя если мы тут посмотрим, все равно он принес. Но если мы посмотрим еще более исторически, отдалимся на месячном таймфрейме, то мы видим с вами, что практически любой из этих сигналов на покупку, вот он, как правило, давал одну капитуляцию ложную, потом все-таки мощнейший сигнал на покупку, так же, как и здесь. После первого, второй сигнал на покупку был самым мощным. И получается, что сейчас у нас уже с вами, ребята, в этом булране третий сигнал на покупку, это будет четвертый сигнал на покупку, когда он его даст. Так что давайте поймем, что же вообще такое хэшрейт, что за капитуляция майнеров, что как он считает. Хэшрейт биткоина, хэшрейт сети, это, пожалуй, самая тесно коррелирующая метрика с ценой. Вот. И как мы видим из тотал хэшрейта, что в принципе он уверенно восстанавливается, потому что у него вот за эти 30 дней, да, вот он упал, но за 60 дней у нас была просадка в апреле гораздо более жесткая. Помните, когда там в Китае была авария и множество майнеров отключилось? И сейчас мы видим тренд повышающихся минимумов в целом в сложности сети, так что это на самом деле хорошо. А также мы видим, что комиссии в сети за транзакцию очень сильно упали, что тоже хорошо для сети биткоина, для пользователей. Это значит, что мемпул не перегружен и количество неподтвержденных транзакций не так сильно зашкаливает, как буквально месяц назад и во время как раз предыдущего спада хэшрейта. Так что сеть биткоина уверенно восстанавливается в техническом аспекте. И, собственно, что происходит? Теперь что показывает этот индикатор хэшриббанс? Он показывает капитуляцию майнеров. То есть, грубо говоря, когда слабые майнеры уходят с рынка, когда им невыгодно майнить, и они майнят в минус, допустим, те, у кого дорогая розетка. Соответственно, сейчас мы видим эту капитуляцию майнеров, и, как правило, за ней следует синий этот кружок, сигнал на покупку. Поэтому сейчас внимательно смотрим за этой ситуацией, потому что, опять же, если мы посмотрим на алгоритмическую шкалу и на сток-то-флоу, то у нас все здесь прекрасно происходит. Посмотрите, мы с вами точно идем в середине канала. Мы вернулись снова в зону реаккумуляции. То есть, помните, у нас вот эти с вами первые полоски – это аккумуляция, как это всегда и было вот здесь и вот здесь. И потом в какой-то момент мы начинаем уходить в буллран, но потом возвращаемся в зону реаккумуляции перед продолжением буллрана, как это было здесь и как это было вот здесь. И вот мы с вами в зоне реаккумуляции. Вот, посмотрите, точно просто, как, я не знаю, по учебнику. И здесь все боятся лонговать. Заметили, как изменилось настроение у рынка? Все топят за шорт, что это уже медвежий рынок. В итоге, скорее всего, будет что-то такое. И, собственно, всем дадут заработать. Бычий рынок тема отличается от медвежьего, что всем, особенно кто в лонге, дают заработать. Всем, кроме медведей. Всем, кроме тех, кто шортит. И знаете, я по медвежи настроен сейчас не на цену биткоина, а на балансы медведей. Потому что, конечно же, опасно шортить биткоин. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот, теперь что хочется еще сказать. Индекс страха и жадности у нас уже начинает немножечко отогреваться. Но, в целом, мы с вами месяц назад были в экстремальной жадности, а эти две недели провели в экстремальном страхе. Так что, опять же, к каким-то нейтральным значениям хотя бы он вернется. Пока никто не будет верить. Но на пике уже, когда мы видим жадность, тогда нужно будет потихонечку продавать. Теперь еще, смотрите. Сейчас изо всех шелей орут про медвежий рынок. Я вам так скажу. На пике бычьего рынка такого не происходит никогда. Даже уже не на пике, а вот здесь, когда мы уже входим в медвежий рынок, все орут, что это рынок бычий. И будет продолжение роста. Все, я имею в виду, не умные люди, а в комментариях и в чатах. Вот что. Поэтому, смотрите. Сейчас, когда все орут про медвежий рынок, дисклеймер, конечно, не финансовый совет, но, скорее всего, надо лонговать. А вот, когда все будут орать про бычий рынок, это будет здесь, когда биток будет стоить уже под 200. Вот здесь вот надо будет продавать. Это чисто мое мнение. Я, собственно, сам так и делаю. Никого ни к чему не призываю. Делайте, как хотите. Вот. И плюс теперь, что мы еще видим, хочется отметить, что биткоин наконец-то стал отжирать доминацию. Мы видим зеленый биткоин, но красные альты. Давайте взглянем на график доминации BTC. На графике доминации BTC мы видим, что она вроде как начинает отскакивать. Мы удержали вот этот вот лоу, не спустились ниже него. Поэтому сейчас, как минимум, отскок до сетки AMA Ribbon на недельном таймфрейме мы можем увидеть. И потом только, если продолжится альт-сезон, падение вниз. Но, опять же, можем и не увидеть. Как бы можем сейчас сразу развернуться. Поэтому здесь очень спекулятивно об этом говорить. Поэтому будем посмотреть. Но пока мы видим, да, что биткоин набирает гораздо лучше, чем альткоины. Соответственно, альты к битку многие падают сейчас. Но я вам так скажу. Я лично добираю те альты, которые недокуплены. Dash, лайткоин, биткоин кэш, basic attention. Ну, многие. Все те же самые, о которых я много раз уже вам говорил. Смотрите мои предыдущие стримы, кто не в курсе. Но тут уже я конкретно хочу вам сказать, что это дисклеймер, а не финансовый совет. Потому что я готов вот к этому. Я готов 3-4 месяца сидеть по ним в просадке, если мы будем отскакивать. Потому что потом я верю, что они все-таки больше доберут. И доминация BTC здесь в принципе даже не показатель, потому что я добираю альты, которые очень маленькие по капитализации. Если вы не готовы сидеть в просадках, то дальше, как говорится, если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути, как поется в песне. Поэтому смотрите сами. Все, мы с вами уже иксанули на этом альтсезоне. Кто срубил 10x на ETC, на Raven, на Dodger 100x и так далее. Даже там на Dash несколько x. Все. Если вы спекулянт, краткосрочник, наверное, выходите. Так будет здоровее. Выходите в биток или там, я не знаю во что, в тезер, если вы в тезере нарубили иксов. Аккуратнее, потому что дальше уже спекулятивно. Мы можем провалиться вниз и пойти в альтсезон? Можем. И я этого и жду на самом деле. Вот так ли, или вот так ли, или вот так ли. Я жду, что еще не конец этого ралли. Но вам говорю, если вы хотите захеджировать свои риски, то хотя бы часть профитов забирайте. Уже пора. Вот это знак того, что мы можем сейчас увидеть сильный отскок. А я на самом деле продолжаю добирать лонги и держать лонги, частично разгружая их. На бирже Femex хочу вам напомнить, что сейчас идет набор в команду. В нашу команду, в состязании. Ссылка на который в описании. Обязательно добавляйтесь. У биржи очень удобное мобильное приложение, которое вы сейчас видите на экране. Здесь вы можете также смотреть на графике, контролировать все свои сделки, что очень удобно, если вы отлучились от компа, допустим. Вы можете здесь закрыть часть сделки или поставить take profit. И не на всю позицию, а на часть позиции. Допустим, продать 500 контрактов по 42 тысячи биткоина. Вот я поставил. И видите, у меня появился на графике этот take. Очень удобно. Также здесь есть торговля с золотом. То есть это контракты, привязанные к САУ. И вот сейчас вроде оно дампится в пятницу. Но в целом золото, конечно, не финансовый совет. Это лонг. Потому что золото уж что-что. А в момент этого даже криптобума золото особо не выросло. А наоборот, только скорректировалось. По золоту также мы можем поставить, например, небольшой take profit. Скажем, на 2000 долларов закрыть. 500 контрактов. И вуаля, вот он появился на графике. Короче, офигеть, какая удобная биржа. Обязательно добавляйтесь в соревнования, в нашу команду CryptoCommons. Ссылка на нашу команду и на это состязание в описании. Но это торговля битком. Состязание только по торговле битком к USD. Так что депозиты нужны в битке. Вот. А кто торгует альтами? Опять же, видите, мы говорим с вами про отскок доминации. Хочу напомнить, что на Bybit идет регистрация в турнире жаркий батл. Именно в торговле USDT маржой. Кто любит держать балансы в USDT, Ссылка на этот жаркий батл тоже в описании. Обязательно регистрируйтесь по ней. Торговля всеми парами в USDT марже. Все, что нужно, это иметь USDT на своем аккаунте. Тем более, у Bybit добавили USDT Tron, TRC20, депозиты и выводы, которыми сейчас вы многие пользуетесь. Я знаю, это очень удобно. Вот. У Bybit тоже офигеннейшее мобильное приложение. Я надеюсь, вы знаете об этом. И как инверсная маржа, так и USDT-шная. Вот. Можете торговать. Опять же, смотреть здесь свои позиции. Настраивать оповещалки, виджеты. В общем, ребята, Bybit и Femix замечательные биржи. Это не реклама. Это просто, я вам говорю, то, где сам торгую и кайфую. Потому что Binance, конечно, тоже замечательная биржа для спота, для кросс-маржина. Но для фьючерсов не такая пока удобная. Допустим, вот здесь, если я сейчас буду покупать эфиру 500 контрактов, у меня выскочит сразу окошечко с ликвидацией, со стоп-лоссом и так далее. На Binance просто сразу добавится позиция. Так что, тут, конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Но смотрите сами. Мое дело вам рассказывать, то, где я торгую, как торгую и в чем отличие. Вот. Плюс тут очень хорошая ликвидность. Так что добавляйтесь обязательно в жаркий батл по ссылке из описания. Но еще я хочу вам сказать, что по альтсезон индексу мы видим, что все еще альткоин сезон. Если мы посмотрим за 90 дней, конечно же, сильная просадка, как и BTC на 41% упал, так и многие монеты. Dash, кстати, меньше упал за 90 дней, всего на 30%. ETH Classic вообще показал шикарную динамику 300% плюс. Ну, Doge, я молчу, там матик. Вот. Поэтому здесь, в принципе, альтсезон. На месячном, конечно, мы видим, что это не альтсезон месяц и даже не биткоин месяц. Мы видим, что все в красной зоне, кроме матика и ампа. Причем достаточно сильно. Здесь можно искать, опять же, за месяц то, что очень сильно упало. Аккуратненько подбирать. Здесь и Dash, в том числе, и биткэш, как вы видите. И EOS, и луна, и все прочее. Но, тем не менее, год мы видим, что да, это альтсезон год. И только биткоин SV. Скам, вообще полный скам. Форк форка, блин. Форк биткоин кэша упал. Все остальное выросло за год. Поэтому биткоин вырос на 265%. Лайткоин манера выросли меньше. Zcash, биткэш, Dash выросли меньше. Так что не финансовый сайт дисклеймер. Вы все видите сами. Вот. Ссылка на эту метрику, альтсезон индекс тоже в описании. И вообще в описании очень много прикольных ссылок. Если вы не в курсе, почитайте, попереходите по ним. Очень полезная информация для вас. Ну и все. Кто в сейфмон киллере, не знаю. Сидеть, наверное, надо сидеть. Я, конечно, сам мог продать наверху, там, почти 2x было, потому что зашли не очень хорошо где-то здесь. Но буду сидеть дальше. У них сейчас хорошие анонсменты. Как бы могут они сделать еще все очень красиво. Может получиться с ним, что, как вот на этом графике, что мы все еще тут. Понимаете? Но может и не получиться. Поэтому дисклеймер не финансовый совет. По сейфмон киллеру появилось русское сообщество. Сейфмон киллер, низное подчеркивание, Russian. Так что, если вам интересно, тоже на него подписывайтесь. Ссылочку долбану в описании. Ну, а кто не понимает, как купить сейфмон киллер, у них на сайте написано. На PancakeSwap идете и покупаете за BNB. Находите адрес контракта. Короче, в сообществе все вам подскажут в русском. Вот. Ну, аккуратно. Очень много мошенников сейчас. Проверяйте все контракты. Проверяйте всю движуху, потому что могут вас обмануть. Люди покупали вообще левые щитки, которые потом нельзя назад продать. Вот. Ну, и не забудьте подписаться на наш канал в телеге, на наш чат в телеге, чтобы быть в курсе всех дел. Обязательно подписаться на канал. Так что вот так вот, в сухом остатке еще раз ждем зеленый кружок по хэш-риббенсу. Это один из самых мощнейших индикаторов. То есть сейчас, грубо говоря, если мы начинаем отскакивать, то дает нам сигнал на покупку. Улетаем в космос. И я думаю, что в таком случае альты немножечко-немножечко помнутся. Но потом, конечно же, тоже улетят. Тоже улетят. Ну, посмотрите на Dash BTC. Ну, это, ну, для меня это индикатор вообще альтов сейчас. Dash BTC все еще находится в зоне аккумуляции лонгов, как мы с вами и любим. Помните, Dodge BTC валялся там. Ну, ребят, не финансовый сайт, дисклеймер. Если у вас нет времени, если вам нужны завтра иксы, то вам не ко мне. Идите на другие каналы. Вот, Dodge BTC валялся здесь. Я вам говорил, набирайте лонги по 20 сатоши. Кто смотрел, меня тут помнит. Мы сделали сколько? Почти 100 иксов. Ну, конечно, мы разгружались по дороге здесь всю дорогу и не сделали все 100 иксов. Ну, даже 10-20 иксов нам было нормально. То же самое по Raven, то же самое по ETC. Если вы помните, я вам тоже говорил ETC BTC, набирайте вот здесь. И сейчас ETC BTC на полпути к своему следующему хаю, скорее всего. Это консолидация, и мы улетим еще выше. Так что, ребят, всем большущего профита. С вами был Фла-Ла-Ла, он же Грини, кто не знает. Это канал CryptoCommons. Подписывайтесь сюда, в телегу, на CryptoCommons 2.0. Все ссылки в описании. Femix, Bybit, турниры. Обязательно добавляйтесь в команды, ребят. Ждем ваш в нашей команде. Все это нужно 500 тысяч сатоши на счете иметь. И поборемся за вот эти вот призы. Все, на связи, и до следующего видео, пока.